В этом видео я расскажу вам о своей поездке на заброшенный аэродром Досаав в город Волчанск. Когда я ехал на этот аэродром, я рассчитывал увидеть огромное безжизненное кладбище самолетов. Огромную, угнетающую и мрачную территорию. Но подходя к аэродрому, в абсолютно безлюдной местности я увидел более 10 припаркованных машин. Когда прошел на сам аэродром, увидел, что по нему гуляет около 70 человек. Почти на каждом самолете кто-то фотографируется, бегают дети. Территорию аэродрома просто заполонили люди, которые хотели пофотографироваться или погулять возле заброшенных самолетов. К тому я немного расстроился, но все же я не пожалел, что туда поехал. Так, так. Надо даже присесть, только все дыни уже убитые. Тут штурвал. Тут все возможные рычаги. Даже понятия не пью, как это все опять же работало. Надеюсь, я не взлечу. Так, а вот тут вот внизу какие-то две педали. Опа, это опускалось, поднималось. И опять же вот. Сейчас посмотрим. Хавринная система. Какие-то датчики. Прикольно. ДОСААФ расшифровывается как Добровольческое общество содействия армии, авиации и флоту. Историю этого аэродрома я не нашел в интернете. А искать ее более подробно в книгах местных историков мне лень. Потому я просто расскажу все, что знаю. Аэродром занимался подготовкой военных летчиков. Кстати, очень высокой квалификацией и в очень большом количестве. Также здесь был центр подготовки парашютистов. Время праздников в городе устраивалось авиашоу. Парашютистов сбрасывали прямо на центральную площадь города. А самолеты и вертолеты выполняли над центром города различные трюки. Аэродром ДОСААФ был одним из городообразующих предприятий города Волчанска. Здесь работала большая часть трудоспособного населения города. Насколько я понял, аэродром как предприятие разорился еще в 90-е годы. А потом аэродром перепродавали из рук в руки. Надежде, что какой-то из новых владельцев восстановит аэродром. Но один из очередных владельцев аэродрома просто снял все двигатели с вертолетов и самолетов. После чего аэродром просто прекратили охранять. Добраться до аэродрома очень просто. Нужно выйти на центральную улицу города Волчанска и все время двигаться прямо. Примерно в 20 минутах ходьбы от центральной площади ты упираешься в ворота аэродрома. Ворота закрыты. Но сбоку от ворот огромная дыра в заборе, через которую протоптана здоровенная тропинка. По обе стороны от этой аллеи в кустах находятся заброшенные ангары. Абсолютно пустые. Раньше в этих ангарах проводился ремонт, обслуживание, возможно покраска. Хранились разные детали и горючее для самолетов. Мы выходим на еще одну аллею, которая идет перпендикулярно ей. Вдоль нее стоит примерно 15 самолетов. Насколько я понял, это учебно-тренировочные самолеты L-29 «Дельфин» производства Чехословакии. С них сняли все двигатели, колеса и стекла на них тоже разбиты. Но внутри все рычаги и штурвалы идеально двигаются. Да, скорее всего двигатели сняли с тех самолетов, которые еще могли летать после капитального ремонта. Но временная нажива для тех людей, кто это сделал, была гораздо важнее, чем долгосрочная перспектива. Пройдя чуть-чуть дальше, можно увидеть три самолета Ан-2, более известные в народе как кукурузники. Именно с этих самолетов прыгали парашютисты. Чуть-чуть дальше в кустах стоит еще один заброшенный самолет Ан-2. А вокруг него примерно 7 вертолетов, которые тоже очень сильно разрушены. С них сняли лопасти, двигатели, разбили стекла. И от них остался один каркас. Пройдя немного в сторону от кладбища самолетов, можно найти несколько ангаров. Но они абсолютно пустые и в них нет ничего интересного. Я могу предположить несколько вариантов развития этого места. Первый вариант. Кладбища самолетов распилят на металл, а постройки разберут на строительные материалы. Я думаю, никто не удивится такому ходу событий. А второй вариант такой. Сейчас это место представляет из себя просто заброшенный аэродром. Тем не менее, здесь очень много людей, которые приехали посмотреть на это место, пофотографироваться, погулять. Я пробыл на аэродроме примерно час. За это время я увидел на нем около 70 человек. Таким образом, можно предположить, что этот аэродром посещает как минимум несколько тысяч человек в месяц. А там, возможно, и до 10 тысяч человек наберется. Раз это место так притягивает людей, то почему здесь не организовать какую-то зону отдыха? Тематический парк. Но самое идеальное, что здесь можно придумать, это организовывать фестивали и концерты. Например, в Германии очень популярны фестивали на заброшенных местах. Но правда, там заброшенные места не так разворовывают и выглядят они гораздо лучше. Но если хорошо поискать, то можно найти много фестивалей и парков, которые в Германии организованы на кладбищах самолетов. Да и на территории СНГ таких фестивалей немало. Достаточно вспомнить фестиваль Казантип, который проводился в заброшенной крымской атомной электростанции. Фестивали, которые проводятся в заброшенных военных частях в Карпатах. Или хотя бы ту же арт-механику в Харькове. Так что я надеюсь, что аэродром Волчанский до СААФ превратится в крутую развлекательную зону. И место, которое будет притягивать туристов в наш регион. А на этом у меня всё. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. До новых встреч.